Продолжение следует... Сейчас просто как бы распаковка, ну и анонс. То есть, кому-то если что-то заинтересует, смотрите, дальше будут более подробные видео. Начнем с такого вот небольшого воблера. Достался мне в качестве подарка, когда я покупал одну из катушек на Авито. Продавец положил вот такой вот воблер. И я думал, что это очередной китайц, но оказался австралийская фирма Gilius. Произведен он даже не в Китае, а во Вьетнаме. Довольно интересной формы. Заглубление заявлено до двух метров, ну и окраска интересная. Напоминает нечто такое троллинговое. Но тут, видите, вполне себе вальтовый-ультравайтовый воблер. Длина его 45 миллиметров написана. И заглубление до двух метров. Давайте взвесим. Уже традиция стала, подарочный воблер оказывается вполне себе ловестыми, поэтому я уже надеюсь на этот воблер, что и этот сработает вполне. 4,4 грамма весит такой воблер. И думаю, вполне себе пригодится. Спасибо продавцу. Подарок всегда приятно. Так, с Алиэкспресса приехали три металлические кнопа. До этого я не брал, во-первых, холодные, во-вторых, довольно тонкий диаметр. Но, во-первых, ассортимент цветов довольно большой. Я ведь и взял три, и, скорее всего, надо будет еще взять другие. То есть подгонять катушку по цвету дизайна под какое-то удилище довольно удобно, имея кнопы различных цветов. Ну, там леской тоже можно подбирать иногда, если это возможно. Если вам это нужно. То есть я люблю, когда катушка сочетается с удилищем, выглядит как единый какой-то комплект. И был вопрос, меня интересовало, легче ли такие кнопы, чем стандартные кнопы. Стоит ли их вообще брать в качестве замены стандартного кнопа. Вот стандартный кноп от Riobi Spirital или Riobi Spirital DX. 500, 800 и не важно. У Riobi они все одинаковые. Он весит 7,1 грамма. Так. Берем какой-нибудь из кнопов. Напомню, что они поставляются без подшипников, без втулок. То есть вам туда надо переставить то, что имеется. Вашим разборным кнопе. Естественно, внутренняя часть выкручивается. И установить сюда один подшипник, сюда можно. Один. И давайте взвесим. 3 грамма ровно. А, даже 2,9. То есть получается на... Сколько там было? 7 и 3. То есть на 4, на 5 грамм. Так, я уже забыл сколько. Спать пора называется. 7 грамм и 3 грамм. На 4 грамм меньше весить. Так что, в принципе, вполне оправдана замена. И дизайн поприятнее, и вес чуть поменьше. Ну и выглядит как-то так. Не совсем стандартно. Единственное, что цена не очень радует, потому что, по-моему, больше 300 рублей. Один кноп такой стоит. Поэтому фиг его знает, насколько это оправдано. Если не нужно, то такой вполне работоспособен. Так, давайте коробки из магазина F-магазин. Сразу два спилитов. Странно, что они, главное, коробки цветом отличаются, оттенком. Какое-то время назад сунулся на Алиэкспресс и хотел купить себе катушку Ryuga Ultra Power, которая в черных цветах, из черно-золотистом цвете. И они там были. Правда, цена не самая приятная. То есть там 3,5 тысяч примерно стоила. И не обнаружил, к сожалению, такой катушки на Алиэкспрессе. Кончились они там совсем. Никакой замены там не предлагаются. Только младшие модели, которые потяжелее и с меньшим количеством подшипников. Соответственно, они без материала NCRT и подшипников 3 плюс 1 вместо 6 плюс 1. Сунулся посмотреть, что там со спилитовыми на нашем рынке. И они куда-то все пропали. Только дорогие, там по 3,7 тысячи, по 4,5 тысячи. До этого они где-то до 3 тысяч стоили. И пропали совершенно. Везде, где была цена меньше 3 тысяч, выяснилось, что их нет. И их ожидается поставка в марте. Вот она в марте и куплена. Зашел уже просто так в F-магазин. Периодически смотрю, что там нового. Смотрю, Рио Беспиритово по очень приятной цене. То есть, две катушки по цене одной фактически были куплены. То есть, по цене жадных магазинов, которые за эту цену одну катушку продают, удалось купить две. К чему я очень рад. Кто не в курсе, это очень хороший вариант для ультралайта, для микроджига. Джига хорошая укладка, легкий вес. 165 грамм, 6 подшипников, вкручивается рукоятка в ось, толстая дуга лесоукладывателя, подшипников ролики лесоукладывателя. Единственные недостатки глубокая шпуля и диск фрикционный, диски их там всего два, диск фрикционный из карбона. Что рассчитывается на какие-то приличные нагрузки, а при ловле на тонкие лески лучше поменять на обычные фетровые. До экономайзеров тоже народ додумался, то есть, туда вкладка такая вставляется. Но они денег стоят, можно обычных ниток намотать, но вес будет побольше. Поэтому тут уж решайте для себя. Я низки мотаю. Что-то старые шнуры лески мотают. Такая же, утилизация. Единственное, конечно, чехла нет, а так в основном очень хорошая цена получилась. Я рад, что я их две купил. Что-то они теперь даже перестали... А, есть точки. 800-ые обе. 800-ые и 500-ые диаметром шпуля отличаются внешне. Так, до этого я уже покупал и показывал подобие поларисов или джавы от контора, которая называется Ями. И взял еще три цвета. На мой взгляд, очень приятные. Насчет рыбы посмотрим. То есть, такие сиреневые, фиолетовые и синие. Натуральных цветов я до этого 4 пакетика взял. Во-первых, цена небольшая, во-вторых, по 20 штук. В-третьих, они как раз вот про нано-джик вы отлично подошли. То есть, все-все то же самое, как у дорогих каких-то контор. Только количество побольше, а цена поменьше. И приятно, что сделано в России. Качество вполне. Так, от той же фирмы Ями я хотел посмотреть, что они еще делают. Вот взял еще раков вот таких. Раков, креветок, непонятно. Каких-то, в общем, креатур с длиннющими клешнями. Все это должно замечательно работать по окуню. Но поедет оно на море, где их и пожрут всякие лоскилии. Правда, здесь их всего по 10 штук, что мало. К сожалению, оптимальный вариант был бы 20. Но, к сожалению, только почему-то в приманках Ями. Ями Джава их всего по 20. В остальные все по 10, по 12. И цена побольше. Так что смотрите, что вас устроит. Мне приманки понравились. Единственное, что упаковка какая-то мрачноватая. Так, плетенки кучу всякой взял, тонкой. Так, во-первых, оливковую плетенку от Аквы, PE Ultra Light. 004 заявлено, но она плоская, как ленточка. Просто брал как дешевую плетенку нормальную. Ловить можно, но чудес не бывает. Так, дальше. Интех, который до этого делали, флюрокарбон. Который вовсю использовали мы в качестве лидеров. Теперь, видите, делают и плетенку. Вот такую ярко-розовую. Тоже мне понравилось. Диаметр 0074. На вид то, что вот в упаковке я сейчас открывать не буду. Тонко. Буду отдельно видео снимать. Посмотрю более подробно. Так, уже известная и ставшая у меня стандартной для микроджига плетенка от Косодака. Диаметр 005. Хорошая леска. Просто хорошая. Стоит сравнительно недорого. Качество стандартное. Работает отлично. Можно брать. Так. Дальше тоже оказалась не новинка, но для меня новинка. От Хелиос. Микро ПЕ. Плетенка. Не плетенка. Черт его знает. То есть очень похоже на нанофил. То есть она гладкая и блестящая. Даже вот видно, что она прям выглядит как будто пластмасса. И очень тонкая. Як красного цвета поставляется. Говорят, народ ругается, что она рвется на узлах, как делать нечего. И абразив не держит. Покрытие тефлоном заявлено, что она очень гладкая и тонкая. Посмотрим. И единственное, что смутило, она размотка 92 метра. И что она трехжильная, но она вроде как спеченная. Поэтому посмотрим. Взял самую тонкую, которая была. И будем смотреть, что из этого выйдет. 0,09 она у них заявлена, но на вид очень тонкая. Опять же, наша группа тонер. Я уже до этого показывал их резину. Или добором их и так знаем. Поэтому понятно, что она скорее всего материал производства не самого тонера. Но то, что наши фирмы начали делать целый ассортимент рыболовных товаров, то просто замечательно. Так, и две коробочки еще остались. Аквавские блесны я не брал. Довольно смешно, что у них зимние блесны от летних отличаются фактически наличием вот такого лепестка красного. Хотя вот здесь почему-то его вообще нет. Кто спер? В результате одно называется нерка, а другое называется ока. Хотя глаза там и там присутствуют. Причем у нерки еще даже больше. Поэтому они вроде как позиционируются как летние блесны. Одна, по-моему, там 5,5 грамм. Вторая 8 грамм. Но выглядят вообще какие-то судаковыми зимними. Довольно дальнобойные, видимо, штуки. И все это какая-то питерская специфика. Поэтому интересно попробовать ее у нас. Выглядит оригинально, никого не копирует. Молодцы. И стоит недорого. Пока все. Остальное уже более подробно будет в видео. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok